И что дает нам эта логика? Ну как она это развитие освещает? В чем состоит формализм? Ведь это же пустые слова сказать, что диалектическая логика применила к некому развитию. В чем состоит развитие? Ты объясни мне, а в чем речь ты делаешь? Чего угодно развитие. Закон отрицания, отрицания, с приходу количества. Ну мы с тобой это уже обсуждали. Чем из пустого порожня переливать? Ну зачем из пустого порожня переливать? Я тебе не переливаю, я просто говорю про них. Ну формальная логика, допустим, она же развивается. Была там логика предиката была. Логика пропорциональная логика. Она же развивалась как модальная логика. Многознаночная логика. Правильно. Дилетическая логика, она же не началась. А дилетическая логика, почему? Кроме заявления о том, что они занимаются развитием, больше ничего нет. Ну почему? У него же есть образцы, происходение через собственные государства. Это так называемая дилетическая логика. Как она мечтает у него работу? Во-первых, у него есть только диалектик. Он говорит о диалектике природы. Хорошо, диалектике. Правильно. Про диалектику я не хотел говорить, но если хотите, можно обсудить, что такое диалектик. Вот, этот вопрос уже обсуждали. Да, это обсуждали. Это вопрос о диалектике. Но диалектическая логика это другое. Это некое специальное спекулятивное мышление. Кант открыл новую систему. Не систему, а точнее, новую сферу изучения. Он попытался доказать, что у нас возможны синтетические высказывания относительно чисто природных понятий. Он сказал, что они как раз невозможны. Он-то доказывал, что разум запутывается. Почему? Ну ты же синтетический, почему ты не можешь? Синтетический возможно только в математике и естествознании. А просто можно что-то говорить? Только в математике и естествознании. Это правильно. Но тем не менее, такое рассуждение возможно. Но метафизика невозможна. Но когда ты начинаешь применять их неким запредельным трансцендентным предметом, то ты с необходимостью вступаешь в образ противоречия. Да, именно так. Потому что они для этого делают... Только не противоречия. Не только противоречия, они вообще... Ну, противоречия, хорошо, 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 хорошо. Вот, потому что они, вот, декли считает Канта, они для этого... Неприменимы, да. Непрозназначны. Чем тебе не рассуждать? Отсюда? Отсюда делай вывод дальше. Для того, чтобы разум мог двигаться, нужно придумать новую логику, уже разумную, да? Не рассудочную, да, а конечную, которая движется с помощью понятий, категорий. А другую. В этом и состоит суть. Если изучение подобного рода, то есть способ конструирования синтетических априорных понятий, назвать спекулятивным разумом или спекулятивным мышлением, чем тебе не название? Название отличное. Причем это название взято у Канта. Это Гегель, это название просто калькирует у Канта. Вот, теперь, значит, человек, Кант говорит, что с некоторыми с абсолютно трансценетными понятиями, я даже на основании этого спекулятивного рассуждения работать не могу. А Гегель говорит, ты плохо работаешь, я могу. Так правильно, да, всего три предмета есть, потому что это которые, которые, собственно, и рассматривают разум. Два этих, два доступных человеку по спинозе, атрибута и субстанция, которая стоит за этими атрибутами. Ну, правильно, все правильно. И для этого нужно новую логику придумать? Да нет ничего особенно нового. Ну, как нет особенно нового? Это же вопрос о том, это... Он просто, просто пытается. Гегель, ты подумай, Гегель пытался этим заявить новый проект. То, что потом было названо диалектической логикой, это был новый проект мышления. Секулятивное мышление особое, которое преодолевает ограниченность конечного рассудочного мышления, да, и двигается в некую, как бы, новую сферу. Диалектическая логика была и до Гегеля. Мы изучали, и там очень много, и в средние века было по этому поводу измышлений, просто на них никто не обращал внимания. Вот. Так вот, нет, это все растущение, но он носит чисто дидактический характер. Что Канта так описали, у Гегеля так. Ну, и в чем... Ну, Игорь, ну ты как-то, извините, если ты сопротивляешься, давай все-таки конструктивно. Потому что твое сопротивление состоит в том, что мне твои моральные выводы типа не нравятся, типа, а вот выводы Гегеля и Канта нравятся. Нет, потому что ты пытаешься подойти к философии с точки зрения нравственной. Да я не пытаюсь так подойти. Я хочу сказать, что проект диалектической логики, которого задает Канн, да, там, не знаю, был ли он в средние века, может быть, он был. Это надо уже смотреть. Он на самом деле не имеет никаких оснований для того, чтобы быть, чтобы вырасти. Понимаешь? Потому что, как бы, он изначально задан, как бы, как-то криво. И изначально обречен на несостоятельность. Ну и Гегельский проект, правильно, я хотел сказать Гегель. Гегельский проект диалектической логики, Голуб. А то, что... Канта сказал, да. Гегельский проект диалектической логики, то, что у Гегеля называется спекулятивным мышлением, есть некий, как бы, тупиковый проект. Как я уже об этом и сообщал. И тупиковость его состоит в том, что он специально придуман для того, чтобы доказать, что Бог есть. Ну, и тебе говорят, что высказывая, типа, что Гегельский проект является тупиковым проектом, это высоконравственное суждение. Суждение нравственности. Ну, что ж теперь делать, Игорь? Что ж теперь делать? Вообще говоря, я хотел просто услышать Гегель некой честности. Да, хотел Гегель. Я вижу, что здесь некая... Хочешь сказать, что он подгонял рассуждения под готовый результат? Не, вообще, я не могу сказать Канту, что... Это несомненно, то, что он подгонял свои рассуждения под готовый результат. Да, я хотел это сказать. Это несомненно, потому что никто же не думает, что русская монахия середины XIX века является вершиной общественного развития. Никто же так не думает. Это несомненно. Но в этих рассуждениях, в их входах, в чувстве достоверности, что-либо еще, есть некоторое рациональное зерно, или так называемый великий философ, или он всеследуется тому, что он, в конце концов, все свои данные подгонял под готовый результат. Философ, Игорь, это еще раз говорю. Это ты теперь, получается, пытаешься меня понять это моралистически. Я не говорил о том, что Гегель какой-то там недостойный философ. Понимаешь, и достойный философ может использовать как бы некие, условно говоря, недостойные методы, для того, чтобы достичь своих целей. Он вполне достойный философ, и его заслуга перед философией просто неоценима. Она бесконечно огромна. Если брать какие-то отдельные частности, построение целостной системы и многие другие вещи. Но в данном вопросе, а именно в вопросе, связанном со спекулятивным мышлением, явная какая присутствует конъюнктурщина, которая обусловлена неким желанием, понимаешь, глубоким внутренним желанием обосновать это бытие Бога. Нравственное. Нравственное. Высоконравственное основание. И бесспорно нравственное. И то, что его философия постоянно присутствует, этот абсолют, Бог присутствует, что его философия на самом деле из теологии, и что он вообще изначально кончал Тюбингенский университет по кафедре богословия. Если он всю жизнь был богословом, это остается же правдой. Ну, был человек богословом, почитал Канта и понял, что в философии Канта ведет к атеизму, к атеизму, мягко говоря. Он решил как бы этому противостоять, как мог. Но вот он и противопоставил другую философию. Вот и все. Я же не говорю, что он человек, и от этого становится меньше философом, каким-то там, недостойным. Ну, хотел он этого, хотел. Я, например, если бы тоже чего-то хотел, мог бы тоже как-то подхимичить, особенно если умею рассуждать. И запутать всех. Ведь гегельянством болела там вся Европа в свое время, когда Гегель был жил. Все были гегельянцами. Ну, потому что официально... А интересно же, как кончилось? Официальный философ, пуская и манграция... А как кончилась философия Гегеля? Кончилась она кем? Она кончилась Фейербахом, который был первым, ну, так, в кавычках, атеистом, да? Своего рода. То есть, как бы, кончил... А если вспомнить этих гегельянцев, все они почему-то рассуждали о Боге, о сущности христианства. То есть, на самом деле, философия Гегеля, это не есть в точном слове философия, это просто теология. На самом деле, теология. Настоящая теология, вот как она есть. Нет, это тоже, конечно, так. Более того, такое есть, я так и постоянно говорю, что ребята вслед за неоплатонниками, Бога-то, по большому счету, и подменили на такого высуточного Бога ученых и философов. Бога подменили, это звучит тоже высоконравственно. Да, конечно, они подменили Бога. Ты знаешь, про похоже на то, как ребенка подменили в ратоме? Да, они подменили. Да, они подменили. У людей был нормальный человеческий Бог, что называется, которому заколешь егненку, а он тебе тоже пошел. Нормальный человеческий такой Бог. Они взяли его на Бога ученых и философов и подменили. Там хоть закалывай егненку, не закалывай, ничего не помогает. Я согласен. Поэтому это важный достаточно процесс, потому что все-таки Егель является во многом сосредоточением этой подмены. Я вообще, знаешь, что считаю, почему философия Егель упала? Не потому, что он в позиции тотальности смысла, а подозряю, потому что он был таким скрытым теологом. Просто Европа вся подготавливалась к тому, чтобы в каком-то смысле стать атеистической. Например, Ницше вспомните, что Бог умер и так далее. То есть, возможно, падение Гегеля не есть падение его логики, а есть падение его просто теологии. Ну да, но это опять нравственность. Ну нравственность. Да, я просто пытаюсь вместо Гегеля теперь определить в такой системе координат. Вот Кант там с одной стороны, с другой стороны. Потом современный нам философ, ну более-менее там. Он вообще философ не останется. Ницше филолог мы выяснили. Гегель теолог. Сейчас по всем пройдется. Ну а Кант, на самом деле, если честно говоря, Кант скорее знаете кто? Кант вообще геометр. Он, я бы сказал, что Кант родоначальник позитивизма. Потому что вот то, что он там пишет, это просто чистый позитивизм. Ну там, конечно... Это, конечно, так. Потому что вот он буквально в каком-то смысле просто вот методолог. Да, вот как вот сейчас есть методология науки. В каком-то отношении он просто этим же занимался только вот давным-давно. Пытался понять, как там рассудок там занимается этим. Сильный занят. Интересно получается, да? Что останется? Да, я уже об этом тоже думал. Если мы так будем, по цепочке смотреть. Да. Начал с легкого, с меньшей. Ну что с легкого? Я могу вам рассказать про спинозы много интересного и смешного. Он такой артеолог, я надеюсь. Спинозы? Ну, это одна из Meganágидов. Я могу показать об заключенном. Не могу сказать. Я могу сказать, что потом делайте мне проект! Да. А я отречу compromise с такой構цем. Не могу сказать, как раз это хочется использовать! Я не могу сказать, что тебя есть вид?